Южа снимает, как я ноги волоку. Но надо, значит, надо. Сейчас мы уже скоро заканчиваем наше путешествие. Отдохнем, маршрутки. Как Золушка, Ирочка. Как Золушка. А ты говоришь, ты еще мечтала, что здесь поснимаем, а потом мы едем в летний сад. Да, да, да. У нас уже солнце садится. Днем снимает, вечером монтирует, маршрутки отдохнет. Ну, кушать не забывает. Некоторые даже кушать забывают, а я нет. Ой, там дворец еще какой красивый. Ну что, указующий Перст Вселенной сказал нам, что сходите туда, это Эрмитаж, и он получается очень красивая фотография. Да, это судьба. Мы стоим, идти, не идти, наверное, не пойдем. И тут же женщина вот так. О, красота какая. Ну уж теперь, Юлечка, километром больше, километром меньше. У меня отлилось второе дыхание. Ну, в любом случае, это только в пользу, а не во вред. Да, да. В нашем саду. День здорового образа жизни. Ну, у нас он очень сегодня здоровый. Это зайчики, что ли? Нет, львы, наверное. Такие львы. Вставайте на фон. Прямо как есть. Как есть. Хорошо. Такая, какая есть. Куда уж краше. Очень здорово. Ну, давай я тебя. Да, что-то водички нету. Очень красиво. Вот сюда вставайте. Я поняла, что ты вот прямо по-то... Не там фотографировала меня. Все? Развернулась? Да. Сейчас пойдем в ту сторону. Отдыхали мы с мамой в военном санаторе в Девнаморске. Вот. И с нами отдыхали бабушка, мама и внучка. Втроем. Аж ехали они на кони ферму. И ребенка напотографировали. Много. Сами напотографировались. Это было где-то в районе, наверное, 2000 года. Фотоаппараты были еще не цифровые, а пленочные. Распечатали фотографии. Пришли нам, показали. Я тебя пойду. Чтобы солнышко там садится. Сказали фотографии нам, похвастались, как здорово они съездили на кони ферму. Ребенок, девочка, года 4 сидит верхом на лошади, на пони. И лошадь вот так вот, без ног отрезана, но только круп. То есть вот так вот, лошадь, да, получается по крупу. И ребенок. Смотри, Гля, что же так-то? Кто же так лошадь-то фотографирует? Почему лошадь-то без ног? Без ножика. Да, ну как-то странно, но в кадре, да, что как-то странно, почему же лошадь-то без ног? Поговорили. Коник без ноги. Что вы думаете? На следующий день смотрим, их нет. А у нас домик был на два входа. Нет и нет, целый день вечером встречаем. Они еще раз поехали на кони ферму, чтобы сфотографировать лошадь с ногами. Какие молодцы. И каждый раз у нас это теперь притча, что лошадь с ногами сфотографировала. Наш такой маленький анекдот, теперь можно и домой. Так и мы дворец сфотографировали со всех сторон. Да. Можно теперь ехать домой. Ну, по-моему, хорошие получились кадры. Покажи, где у тебя телефончик? Разбавим немножко. Ой, что у нас тут только? Да, уж сегодня, по-моему, хорошая фотосессия в листиках. Так, это я. Ой-ой-ой, как... Что ж такое-то все уже... Это уже усталость, конечно. Какой красивый, какие хорошие фотографии. И сейчас найду. Уже... Это не камера, это уже моя. О, Ирочка. Ага, прямо как... Ну, не зря, не зря мы сходили. Вот эти две красивых таких, да, лестницы вот так вот идут именно веером. Правильно эта женщина сказала, что хорошие фоточки выходят. Да, они не думали уже не ходить, уже устали. Да, это к нашему разговору предыдущему о знаках, что мы только спросили Вселенную идти, не идти, тяжеловато, уже устали. Да, наш разговор, мы даже ведь никого не спрашивали, между собой общались. Она к нам подошла и сказала, что обязательно сходите. Да. Не пожалеете, очень интересно. Ну, а сейчас мы идем по Эрмитажной аллее. Эрмитажная? Да. Ага. Какой мы его называем. Понятно. Вот, в сторону Екатерининского дворца. Это центральная аллея. Мы быстренько, мы быстренько. Фотограф, фотограф и пойдет. Да, да, я смотрю, тут люди настолько деликатные. Если ты стоишь, фотографируешься, толпа собьется. Ну, не будут пробегать перед твоей камерой. Можно сказать, что вообще в Петербурге люди очень деликатные. Угу. Я практически все время так встречаю. И в городе, но снимаю же достаточно много, что действительно люди очень спокойны. Или просто, что все сейчас снимают, поэтому понимают общая проблема. Вот, все. Буквально вот мы успели на последней листочке. Да, такая аллея, я чувствую, была там. Ну, наверное, дня три назад. Ну, раз еще не успели увезти листья, значит, дня два-три назад еще было тут. Шуршало листиками. Да, Ерочка, все, в последний поезд. У меня вот тоже, я говорю, какая-то такая полоса. Я все время успеваю вот в последний момент. Какие-то интересные события я о них узнаю или в голову мне приходит вот буквально в последний. В Петербурге я была в последний день перед закрытием фонтанов. На выставку Сальвадора Дали мы сходили за день до закрытия, да? Сюда, в Пушкин, приехали на осенний день. Зиппер, что потрясающе попробовали. Ой, а это-то какая. Один вид лучше другого. В перерывах между людьми. Одни ушли, вторые сейчас подойдут. Юля быстро пытается вот эту красивую композицию снять. Лестница, дворец. Есть? Готова? Есть, есть, да, готова. Хотела с этого ракурса снять. Как Екатерина вот шла от этого дворца к другому. Да уж. Даже статуи принарядились. Кто в цветах, кто в листьях. Ну, это чудесно. Чудесно. Все, мы на выход. Очередной веночек. Вот попросила у Вселенной. И она все время будет... Давайте, давайте. Екатерина. Юля. Какие мы молодцы. Какой мы красоты насмотрелись. Да, вовремя. Очень вовремя. Сколько красивых. Юлечка, чего это красненькое? В этих листах. Вопросы меня в киеве. Я вот где-то увидела, валяется какая-то ягодка красненькая. Вот, вот, да. Не знаю. Не знаю, что это. Что это? Может быть? Нет? Не знаю, но пробовать не советую. А листик? Пробовать не советую. Я уверена, что это съедобно, но я пробовать, конечно, не буду. Если бы с дерева, я бы даже попробовала. Я не полезу. Не полезу. Мне жалко вашего героя. Я думаю, я выживу. I will survive. Крементировать нас ждут великие дела. Хорошо, ладно. Гранд-кафе. Есть такие кафе, кстати, в Пушкине хорошие. Интересные. Когда-то я вот была. Ну, у нас даже времени не хватило на чашку кофе. Мы решили... Мы пробегали мимо, посмотрели и решили. Сделали пару фоточек и убежали стремительно из прекрасного ресторанчика. Да, здесь очень хорошее. Здесь такое прямо какое уютное одно есть. Я здесь была с подругой когда-то. Памятник архитектуры. Построено в 1822-м. Вот такие вот тут. Вроде бы простое здание. А такое старинное. Да, 200 лет уже. Сейчас Петергоф такой уютный город. Вот если так поедет, ну вы же тогда целый поездили, да? Пушкин, Пушкин. О, Пушкин, да. Мы поговорили сейчас про Петергоф. Петергоф говорили. Да, Пушкин очень уютный. Нам надо дорогу перейти. А, здание-то. Вот, на всех висят таблицы, что они охраняются государством. Пошли, мы же имеем право. Товарищи, мы имеем право. Доносим до вашего сведения, что мы право имеем. Уютное здание, да. Толстенные стены. Ты не знаешь, куда ворота ведут? Я думаю, они не откроются. Ты нашла нормальный вход? А я ломлюсь в закрытые ворота. Вот, товарищи, не ломитесь в закрытые ворота. Возможно, рядом стоит маленькая открытая дверь. Да. Да, тут еще и вот такое открытое. И вот такое. Но я не ищу легких путей. Ну, принципиально, нужно кучу из ворота тоже. Такая есть, подножия, техническая. Ну и дошли. Нам сказали, рядом с почтой. Рядом с почтой остановочка. Вот мы и дошли до какой-то. Какие-то определенные помещения. Мы решили пройти немножко подальше, чтобы сесть. А то автобусы приходят с Павловской, и все набитые. А мы хотим ехать сидя, а не стоя. Какая красивая, да, церковь. Мы решили прогуляться пешочком до остановки, который... Да, вот это как гостиный двор, похоже, да? Смотрение кондитерское. По чашечке кофе, пока не рассосались маршрутки. Ты что, я после трех не пью кофе. А вот отсюда просто вид красоты невероятной. Пока еще деревья желтенькие, и между них купола и зеленая крыша. Пришлюшь потом, мне лень самой делать фоточки. Да, да, только машины вот мне мешают, поэтому я... Блины, пышки. Разгрузка у нас. Да. Это все-таки пышки, кстати. Вообще, в принципе, мы выкладывали все фотографии, я так давно не... Это видео, я так давно не лела пышки. Как-то они вот мне не попадались. Ну что, пошли пышки? По паре пышек, но по паре. Но это не будет вам как бы в минус. В карму? В фигуру? Нет. По пышечке? По две. Ну там же их много приносит, потому что по шесть. Пошли. Вот это пышки. Это же пышки, да. Если они работают. Если, конечно, работают. Ну посмотрим. А может это просто кондитерская? 16 октября, выходной день. Да, 16 октября, выходной. Ну что это? А мы по-прежнему слушаем вселенную, да? Как женщина нам сказала, сходите. Слушай, не слушай. Нас не пустили. Причем не то, что просто закрыто. Именно сегодня. Именно, да, сегодня. Вторник вроде бы. Работай да работай, корми да корми. Да, конечно. Тем более, это же город. Здесь, это центр города. Да. Пушкин. Нам сказали нет. Здорово. Не, вот так вселенная разговаривает. Вот я, почему говорила, по мелочи. Вот она разговаривает все время. Когда вот сомневаешься, и тяни, и тяни. Какой тяни. Понятно. А я только уже... Да, я тоже уже представила. Уже прямо, да, запах пышек уже в носу стоял. А нет. А, нет. А, нет. А, нет. О, Пушкин. До 1918 года назывался Царское село. С 1918 по 1937 год Детское село. Сейчас я посмотрю, что еще есть интересного. А население, популяйшн. На 2018 год сто девять тысяч восемьсот восемьдесят пять человек. А, ну много. Да, ну в основном, конечно, здесь туристы. Я то, что здесь людей не так много живут. Да. Вот мы так, на перекладных очень не хочется ехать стоя. Поэтому сейчас... Здесь еще могут быть пробки. А может, наконец рабочего дня. Поэтому, может, даже мы будем ехать и дольше, чем туда. На маршрутке доберемся до вокзала. А на вокзале, наверное, постараемся сесть. Ах, быстрее. Ах, быстрее. Ах, быстрее. Да. Вот мы все в поисках. Чтобы доехать не стоя, приехали на маршрутке на вокзал. А здесь какой-то автобус, который... Кольцо у него, видимо, здесь. Он нас повезет до метро, сидя. Наверное. Ну, мы очень... Мы очень надеемся. Вот наш сто восемьдесят седьмой. Большой, да. Большой. Места есть. Боже, какое счастье. А здесь можно платить подорожникам, да? Не знаю. Один же. Юлечка, мы уже в такую темноту вернулись. Да, да, да. Ну, а быстро сейчас? Да, очень быстро. Станция метро Московская. Длинный денечек у нас вышел. Ой, да. Ах, это даже ощущение усталости. О, да не то слово. Ноги так дошло. Не ходят ноги, да. Чуть не проехали мимо, да? Да. Ты не уверена? Мне выходить. Технологически, действительно. Вот видишь, ну надо же. Юлечка. Все, давай. Счастливо, моя дорогая. До скорой встречи. Прекрасный день. До скорой встречи. Да, у нас.